Здравствуйте, уважаемые жители Ульяновской области. Несколько дней назад в некоторых СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи о том, что в нашем регионе якобы будет закрыта поликлиника завода УАЗ. Журналисты написали, что поликлиника якобы уже давно нормально не работает и превратилась в кружок по интересам. Новостной портал 73 онлайн 1 февраля озвучил информацию, что их собственный, но не озвученный источник на автозаводе утверждает, что в поликлинике якобы уже много лет подряд нет ни медикаментов, ни оборудования для диагностики, а врачи сидят в пустых кабинетах. Нет у них никакого оснащения. Я решил разобраться, как же обстоит ситуация на самом деле. Итак, мне удалось выяснить, что учреждение относится к ЦК МСЧ имени Лихачева. На сегодняшний день поликлиника обслуживает 10 600 работников УАЗ и дочерних предприятий автозавода, а также 2300 ветеранов предприятия. И работает поликлиника в штатном режиме. Слухи о закрытии поликлиники не имеют под собой оснований. Однако за несколько дней в социальных сетях успела сформироваться настоящая паника в связи с публикациями в СМИ. На ситуацию обратил внимание лично губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. 4 февраля глава региона обсудил ситуацию в поликлинике с руководством регионального Минздрава ЦК МСЧ имени Егорова, а также с чиновниками и руководством Ульяновского автозавода. В совещании приняли участие также представители фракции «Единая Россия». По словам главы региона, о закрытии поликлиники не может быть и речи. Медучреждение продолжит работу в привычном режиме. Также в планах улучшить материально-техническое оснащение поликлиники и повысить качество оказываемых медицинских услуг. Мы за эти годы не только сохранили завод, но и перешли на новые модели и сумели провести техническое перегружение предприятия. И оно продолжает оставаться одним из главных предприятий Ульяновской области. Поэтому здесь у нас никаких расхождения не может быть. Поэтому хотелось бы, чтобы в нашей поликлинике на территории завода у людей было хорошее настроение. Вы их успокоите, тем более, что мы совсем скоро будем встречи. Ну и, конечно, посмотрите сейчас внимательно по всем тем договоренностям и поручениям, которые были в предыдущее время нами достигнуты. Я сейчас в Вашем присутствии хочу этим везти в Минобору, везти в этот коллектив, поблагодарить у нас многие заводы, многие крупные предприятия. Но мы же просто, так сказать, отказались от здравоохранения, от профилактических мероприятий. Мы один из них у них, в которых это все сохранилось. Поэтому я не думаю, что автозавод будет там рубить сухом, в котором мы сидят. Тем более, что вы знаете, что мы сейчас вместе все восстанавливаем, Дворец Культуры Автомобильного Завода, а это тоже наша с Вами гордость. Закончив восстанавливание Дворец Культуры, мы сразу приступаем к восстановлению большой профилактории ГРОЗа. Для того, чтобы эта вся цепочка, которая у нас раньше была, как говорится, в 1971-м году, была в полном объеме восстановлено. Поэтому вы готовьтесь к тому, что скоро совсем скоро еще один объект появится для оздоровления работников автомобилевого завода и вообще в целом всей той большой площадки, которая будет травматься на сколько предприятия. Итак, информация о возможном закрытии поликлиники УАЗ филиала ЦК МСЧ имени Егорова не подтвердилась. Для беспокойства и паники нет никаких причин. Работники Ульяновского автозавода, так же, как и раньше, будут получать квалифицированную медицинскую помощь в собственной поликлинике. И в этом не возникает никаких сомнений. Информация о возможном закрытии поликлиники, опубликованная в СМИ и далее растиражированная в соцсетях, не соответствует действительности. В этой связи хотелось бы обратиться к коллегам-журналистам с просьбой тщательнее проверять факты. Делая их достоянием широкой общественности. Особенно, когда речь идет о десятках тысяч наших с вами земляков, об их здоровье и спокойствии. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова